Добрый, добрый, добрый день всем, дорогие друзья! Микрофон от рук, это студия игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию Dream League третьего сезона, матч уже прошедший. По сложившейся в последние два дня традиции, мы стримим матчи, которые уже прошли, в новом озвучании, с новым взглядом, те матчи, которые нам в свое время не удалось отстримить, стримим теперь. Стримим по сути повтор, но в лайв режиме, у микрофона я сейчас, поэтому в принципе очень похоже это все на лайв трансляцию, безусловно и удивление где-то будет, и где-то будут эмоции, и они будут ненаигранными. Матчи я не смотрел специально, не устаю повторять данную деталь, данную информацию, поэтому все для меня будет цызного, ну и надеюсь и для вас тоже. Если нет, то посмотрите в нашем исполнении данной матчи. Переходим непосредственно к игре. Basically Unknown уже забрали себе Queen of Pain, взяли себе Magnus, взяли Ancient Operation и Disruptor. Со стороны команды VP Polar, Draw Ranger, Visage, Pack, Dazzle и последний герой тоже будет рейнджевым, иначе и быть не может, потому что дровка есть в пике, Visage под нее, ну вы понимаете. Все должны бить много, сильно, все должны бить рейнджой, потому как дополнительная аура Draw Ranger это прям вообще имба имбущее. Так, по пику, что там у Basically Unknown? Midlane, я думаю, отойдет для Queen of Pain, скорее всего, Magnus может пойти в сложную, Ancient Operation и Disruptor будут у нас саппортить. Ну, кто будет фармить у команды Basically Unknown пока что неизвестно. Возможно, это будет квапа на легкой линии, которая в трипле будет чудеса творить, а возможно квапа по классике пойдет у нас в midlane. Нагу забанили Virtus.pro последним пиком, не верят они, что квапа будет фармить в легкой, хотя, с другой стороны, Нага могла и на mid пойти. Ситуация, в принципе, разноплановая. Ладно, увидим, не буду вообще гадать, по данному пику у мани приложу, что Basically Unknown могут взять. Virtus.pro Polar забирают себе Warlock'а последним пиком, Pack, куда же ты пойдешь, родной Pack? Пак вполне может пойти на сложную, и пак для Phobos, это, в общем-то, классическая схема. Ну и Warlock вполне может отправиться на midlane для года. А Dazzle, Visage, Draw Ranger, этот трипла будет стоять в легкой, в сложной, ну, тут без разницы, на самом деле. Последний пик от команды Basically Unknown, у них на все про все есть 40 секунд. Глянем, что они там себе заберут. Weaver, последним пиком для команды Basically Unknown. Хорошо, хорошо, пик укомплектован у Basically Unknown. В принципе, комбинации присутствуют. Magnus всех собирает, Ancient Operations с Disruptor своими ультами просто-напросто унижают команду соперника. Если, опять же, VP Polar тесным кружочком у нас соберутся. В общем-то, игроки рейнджовы, поэтому раскайтить можно, отойти на безопасное расстояние тоже не проблема, по сути. Поэтому, конечно, для Basically Unknown задача серьезная, собрать всех вместе и проюзать свою мультиультовую АОЕшную комбинацию. По героям давайте сразу разберемся. Иридан забирает себе Draw Ranger, Йолл будет играть на Dazzle. Гот берет себе Warlock'а, Phobos забирает себе Пака и Лилл будет играть на Visage. Erise берет Magnus'а со стороны Basic Unknown. Ника забирает себе Вивера. Pure Evil берет себе Ancient Operation'а. А Stoneman берет себе Disruptor'а. И Щачло будет играть у нас на Queen of Pain. Все, по героям разобрались. По расстановке лайнов, думаю, ничего удивительного здесь быть не может. Единственный вопрос это у Basic Unknown кто куда пойдет. Пойдет ли Magnus у нас сложный, либо Magnus будет стоять на мидлейне. Тут, по сути, два героя есть, которые могли бы претендовать на соло-линию, на соло-харду. Команда Virtus Pro Polar. Вчетвером идет вниз, идет собственный лес. И здесь они могут встретиться с теми, кто тут собирается вардить. Вардить собирается Disruptor. У него уже есть в запаке парочка вардов. Ну, понятно, что будут пытаться блочить отводы, чтобы хоть как-то облегчить жизнь оффлейнеру своему. Но здесь неприятная, может быть, встреча для команды Basic Unknown. Хотя уже Pure Evil и Нику подходят поближе к своим героям. Все, четыре игрока вместе. Теперь можно попытаться и повардить. Ведь файт, если что, будет относительно равный у нас. Ну, на ранних левелах Draw Ranger не такая страшная, как в ЛАТе или хотя бы к седьмому уровню. Эрайс видит у нас Иллидана. Нику уже в шокучах решил погонять. Здесь Draw Ranger просто-напросто отступает у нас Иллидан. Не теряет ни единого хп-поинта. Поэтому, в принципе, драка, я думаю, не состоится. Если только, конечно, Virtus.pro Polar не решат проверить, кто здесь и зачем он здесь находится. Все, Иллидан не вылазит. Йолл тоже не вылазит. Хотя вот на отходе можно, например, Pure Evil или Ника поймать. Пока еще здесь Лилл. Йолл тоже недалеко. Истона Мэн здесь. И Ника в шокуче проверить, где кто находится. Так, видят у нас Дазла. Йолл вполне может быть, что приплыл. Кенетик Филд. Йолл у нас разваливается. Причем Вивер без вопросов под Челентачем разваливает у нас саппорта команды Virtus.pro. Первый фраг. 450 голды. Зарабатывает команда BasicLion. Ноун и немножко экспириенса. Поднялись. Да, это хуже даже, чем Баунти Руна. Фёстблат. До выхода крипов. Но, тем не менее, по золоту это, конечно, стопроцентный плюс. Я говорю хуже, чем Руна Баунти в вопросах экспириенса. По голде, конечно, это помощнее выглядит. И BasicLion.no начинают с преимущества в 600 голды. По экспириенсу 300 в их пользу. Ну и у нас трипла против триплы. Только у команды Virtus.pro.polar. Трипла стоит в легкой. А у BasicLion.no трипла стоит в сложной. Здесь же в соло щать шло у нас. На Queen of Pain. Сражается против Фобоса на паке. Известное противостояние. Юзай, не Юзай. Shadow Strike. Фобос в любом случае должен уходить в фейсшифт. Так что для квапы здесь не самая приятная ситуация. Да и Фобосу не так-то просто по квапе попадать. Поэтому я думаю, что напрягать друг друга по сути не должны. Если кто-то не придет на помощь, то друг друга убивать здесь по факту ни пак, ни квапа не смогут. На мидлейне в это время Райз на Магнусе. У него уже 5 на 0. Ну и Гот на Варлоке 9 на 3. Гот фармит лучше, причем существенно лучше, чем Райз. У Райз уже второй есть. Шоквейв. В принципе теперь можно пофармить получше. Гот подставляется и заходит у нас под Тауэр. Сразу же понятно, что Shadow World на себя бросает Гот. Не критично, конечно, но и потерять ХП на ровном месте не самый лучший мув был от мидера команды Virtus.pro. По расстановке линий мы выяснили, что тут по комбинации. По комбинации надо ждать, когда появятся големы Варлока. Как только появятся големы Варлока, к этому моменту команда Virtus.pro начнет файтиться. Как я понимаю, потому что до этого момента команду Virtus.pro будут гонять. Ну и видим, что с Лилом здесь происходит. Лил примерзает у нас. Лил, в принципе, живой. Грейв от него. Ну и последний удар от Дизраптора. Минус Лил. 2-0 счет на данный момент. Золото капает для команды Basic Leonol. Так вот, до момента, пока у Варлока появятся големы, до того, как Год придет к команде и начнет файтиться вместе с ними, команду ВП будут вот таким вот образом напрягать и насиловать. Вы видите, что происходит. В принципе, Ника здесь неуловимый Мститель. Пью Ревел через Челлинг Тач позволяет Ника чудеса творить. Тут, опять же, пассивка вкачана уже, поэтому если вылетают три удара, ну, то есть два подряд и один от Джиминейт Атек Нико, то это, ну, половина ХП это точно. То есть просто один рейт-клик от Ника, чуть-чуть там ударов от крипов получить, но это половина ХП Дровки, Йола, да кого угодно, в принципе. Надо тратить Манун, надо тратить Банки, Хилкик. В общем-то, на данном этапе трипла команды Basic Leonol посерьезней. Только благодаря вообще сумасшедшему количеству дэмэджа. Возвращает у нас Иллидана. Сразу же пошел Сайленс от... Сайленс пошел у нас от Иллидана. Дизраптора Ника пытаются здесь поймать. И, кстати, Иллидан может и развалиться у нас. Еще один удар от Ника, минус Иллидан. 3-0 Basic Leonol просто унижают триплу игроков команды Virtus.pro. Фэбэбл здесь. Дополнительные два фрага здесь. Так, в это время у нас Райс на хосте от года немного просел. Варлок идет у нас через плюсы. Плюсы и Shadow World. Все, больше году ничего не надо. Потом уже будет Абхивал, потом будет, наверное, Фаталбонса, может, и не будет. Вплоть до 21-го левела. Не критично. Главное, что надо Варлоку, это не умирать самому. Не позволять умирать тиммейтам в критической ситуации. И не давать убивать своих големов. Бросая Shadow World на големов. И пусть там Basic Leonol рубят его, пока не посинеют. По золоту. Basic Leonol уже выигрывает 1600. По экспириенсу где-то, где-то, где-то 200. В пользу болгарского коллектива. Райс у нас уже имеет Боттл. Есть у него Бутсов Спид. 14 на 1 Крипстат. Варлок 27 на 12. Год фармит намного лучше. У Года есть Нул Талисман. Есть Бутсов Спид. Мэджик Вонт. И в Курьере для Года уже есть. Ринков Базилус. И ТП-шка тоже у нас годовая в Курьере туда-сюда летает. Фоб. Так, Дроу Рейнджер у нас опять проседает на нижнем лине. Скорее всего, это 4-0. Еще висит с Ворм 1 на дровке. 100 на Мэн. Получил плевок от Лила. На этом все закончилось. Дизраптор просел по ХП. Ну, вы понимаете, да? Это вопрос в 10 секунд. Отхиливается с банки. И опять фуловый у нас дизраптор. Единственное, кто здесь огребает и не имеет возможности быстренько отхилиться, это Ancient Operation. Но опять же, до появления Мэджик Ванда, до его проюзывания. 4-0. По золоту Basic Leonol 2000. По экспириенсу 500. Несмотря на счет 4-0, ВП по экспириенсу тут неплохо себя чувствует. Эрайс в инвизии. Эрайс должен ловить Фобоса. Увозят у нас Фобоса. И Фобос в последнюю миллисекунду умудряется уйти. В Элизори Орб. Повезло Паку. Действительно повезло, что не по таймингу действовал у нас Магнус. Эрайс мог и попозже немножко дать Скювер. С Скювер тогда проблемы были бы у оффлейнера команды Virtus.pro. Ну так, по сути, я смотрю, графики всегда стремятся вверх. Не считая киллов. Вы видите, что происходит. То есть ВП выигрывает, 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 килл. Выигрывает, выигрывает, килл. Выигрывает, выигрывает, килл. Ну и опять пошло вверх. И немножко здесь графики вниз поползли. Потому что Фобос у нас теряет линию и уходит вниз подсейвить свою тиму. Есть у него Dreamcoyle уже. В общем-то можно организовать файт. Есть также у Warlock'а големы. Гот не спешит у нас уходить с мидлейной. Ну еще бы, куда спешить. Здесь дают возможность фармить. Эрайс у нас 17 на 1 у Года. В это время 38 на 20. Он на втором месте по крипстату. Проигрывает только Шачло на легкой линии. У Шачло 41 на 6. Ну, разница вообще несущественная. Гот, в принципе, молодцом здесь держится на центральной линии. Несмотря на то, что тима дно в данной катке. Пока. Пока-пока-пока. Virtus.pro, конечно, у нас слабее смотрится. Но, еще раз повторюсь, до появления необходимых скиллов. До появления фамильяров на визаже. Которые Дизраптора, например, Ancient Operation'а просто у нас сотрут в порошок под Аурой Дроу Рейнджер. До того, как у Элидана появится 6-ой, а потом 7-ой левел. И Precision'аура будет 3-го левела до всех этих моментов. Ясен пень, что они настанут. Просто надо немножко подождать, потерпеть в команде ВП. Ну, и теперь терпежную доту включит Virtus.pro. Выбор у них, по сути, невелик. А там уже на 7-ом левеле будут разговаривать на равных... На 7-ом левеле, разумеется, Элидана будут разговаривать на равных со своими оппонентами. Главное, чтобы слишком много гнобления не падало на голову ВП. И чтобы тут, например, Вивер до 15-ой минуты с Линкой уже не был. Или еще с какой-нибудь ерундой. По типу БКБ или Критов, или даже Дезолятора. 3-0 уже идет Ника. Из 4-х киллов 3 на его счету. И ФБ, по-моему, Ника тоже забрал. Поэтому по Нетворсу Ника. Ника еще не на первом месте по Нетворсу, не считая 3-0. Так, ловят у нас Ника. Но это просто гаст. Сразу же уходит Шукуча у нас. Вивер. Улидана. 5-ый левел у нас собирался. Перемещается Фобос у нас на мид-лейн. Райс уже с РПшкой. И 8-ой, даже почти 9-ый левел у нас угодно. У Ирайза только-только 7-ой натикал. Год у нас по левелам, по-моему, в топе. 8-ой у него и 8-ой уж отшло. Одинаково идут, что Квиннов Пейн, что Год. Дазл у нас под Грейвом. На нижнем лайне здесь гниет. Примерзает к земле. Ну и Ника должен забирать Йола. Дайте килл сделать Ника. Нет, оставляет Ника килл для своего тиммейта. Ну и Фобос у нас застреет здесь в Кинетик Филде. Убивает в итоге. Ancient Operation. Ирайз просто пролетает между двумя на Скьюри. Преразрывает здесь Dreamcoil. Шачло, в принципе, в комфортной ситуации. Можно и не идти на Рожон. Так, Фобоса у нас ловят. Пошла ульта у нас от года. Шачло притормозили немножко, но, в принципе, должен уходить. Ну и, скорее всего, года здесь развалят. Ника у нас в Шукуче. Год юзает стики. Это не спасет года. Шачло отсюда улетает. А Ника уже... Ника уже... Ника, Мига, Нига. Ника уже мега киллстрик. Имеет 5-0. И начало чудовищно крутое для команды Basic Leon. ВП тут стремноватенько смотрится. 4 тысячи золота проигрывают Virtus.pro Polar. И по экспириенсу тысячу тоже они уступают. Это то, о чем я говорил. Чтобы до появления 6-го, а после 7-го левела на Элидане не было огромным преимуществом команды Basic Leon. Ну, по Нетворсу давайте глянем. 4200 у нас. Вивер идет. И Дроу Рейнджер 2600. И Virtus.pro имеют своего, в принципе, тут финансового магната. Это год. У него 3600. Но тоже он отстает и от Шачло, и от Ника на третьем месте по фарму. И на 500 опережает своего визави Магнуса, на котором играет у нас Arise. Arise без Empower. Arise у нас идет через Skewer, через Shockwave. И РП-шка уже у Arise, разумеется, есть. Так, Ника у нас пошел загонять Йола. Я думаю, у него все великолепно получится. Unstoppable streak для Вивера. Уже неудержимая тварь этот Вивер. 1-9 от... И что? И что с командой Virtus.pro будет дальше, теперь непонятно. Все мои опасения касательно абсолютного гнобления до какой-то там минуты N, на которой Иллидан наконец-то хотя бы артефактов насобирает, пока что оправдываются. Ника забирает у нас еще и Иллидана. У Ника уже 7-0 счет. Лила будут теперь загонять. Минус Лил. И Queen of Pain забирает 11-й фраг для команды Basic. Леону, он потеряли только Ancient Operation, а это на топ-лейне. Это не имеет никакого отношения к делу. Фобос не решается прыгать, но здесь раскатили бы без вопросов. Тут, пожалуйста, тебе и Квапа была, и Stone of Man. Ну, Фобос ставит Dreamcoil. Под ноги Static Storm возвращает у нас Фобоса. И Фобос в Kinetic Field под Static Storm по классике. Stone of Man абсолютно спокойно вообще. С Poker Face он сыграл в данной ситуации. Вернули назад у нас номинального уфлейнера команды Virtus.pro. А дальше стой в Static Storm мучаешься. Stone of Man пытается сделать TP-out и понимает, что его ждало. Ожидал его фамильяр по голове, и Stone of Man пешком отсюда уходит, что неприятно. В итоге Иллидан не смог убить у нас Дизраптора. Хотя, по сути, дэмэдж у Draw Ranger должен уже быть чудовищным. 12-ая минута, у Draw Ranger 150. Дэмэджа до сих пор нет. Power Threads для Иллидана. Он отстает на 2, почти на 2,5 тысячи от Вивера. Как не отставать? Вивер 8-0-4. Следующий килл будет Годлайком для Вивера. На 13-ой минуте иметь Годлайк, ну, многоватенько. Год у нас. Под Burst Damage'ем от Шачло Торайза разваливается. Shadow Sword в этой ситуации не спасает. Не жалеет Шачло Sonic Wave. Ну, это и понятно. Если бы не Sonic Wave, то понятно, что четвертый Shadow World отхилил бы у нас мидера команды Virtus.Pro. Шачло получает газ. Дальше за Йолом гонится команда Basic Leon. Йол здесь 100% умирает. И вот вам Годлайк от Ника. Возвращают у нас Иллидана и Бион Годлайк для Ника 10-0-4. 15 киллов делает команда Basic Leon. Вон в 14 из них принимает участие Ника. И что печальнее еще для Virtus.Pro Polar, что Ника у нас 10 сделал лично. То есть денег у него хвостом жуй. 6300 зарабатывает за 13 минут у нас Ника. Тут, я так понимаю, NetWars, ГПМ точнее чудовищный. Ну, почти 500 на 13 минуте. Это, согласитесь, дико хорошо. Обычно за 500 мейнкерри переваливает где-то минутик 22-й, 23-й и дальше наращивает свой ГПМ. А здесь уже 500. 499, 500 пускай для Ника. Ну, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. У Virtus.Pro огромнейшие проблемы. Как с ними справляться сейчас? Будем стараться понимать. Ну, лучше бы это, конечно, команда Virtus.Pro понимала. Мне-то ладно. Мне что понимать. Напомню еще раз. Это игра Dream League третьего сезона. Игра, которая уже прошла. Игра была 11 мая. Мы ее сейчас, в принципе, ребродкастим, но стримим в прямом режиме. В прямом режиме. В прямом эфире, конечно же, в онлайн-режиме. Лайв-режиме. И сейчас, фактически, вот смотрим хронику прошлых лет. И в прямом эфире ее комментирую для вас. 14 минут сыграно. Золото BasicLean No. 7500. Experience для них же 4000. Как в ВПС сейчас выбираться, непонятно. Ну, для этого, в общем-то, простая вещь может случиться. Это какой-то хороший файт и 4-5 забранных фрагов. Тут каждый фраг, который сделает команда Virtus.Pro, будет невероятно дорогим. Тут каждый герой. BasicLean No. Он просто бриллиантовый. Так, привозят у нас Иллидана. Минус Дроу Рейнджер. На ровном месте. Пошла ульта у нас от Года. Год зашел в спину. Шатчло пытаются поймать. BasicLean No. Он теряет своего саппорта. Дизраптор отправляется в таверну. И сейчас увидите, сколько за дизраптора там дали. Сто на мэн. Бомж бомжом. И сейчас я просто вам покажу, сколько деньжиш за него отвалили. Отвалила Дота. Лил. Ладно, попозже у нас файт не закончился. Лила. Должны здесь убивать. Нет, Лила в итоге не убивают. Выкупается дизраптор. Потеряли Ancient Operation игроки команды. BasicLean No. Где же Shadow World? Через секунду будет Shadow World. Эрайс, РП по Иллидану. С байбэком тебя Иллидан. Иллидан возвращается у нас на линию. И здесь Иллидан второй раз разваливается. 6-19. Это просто разнос команды Virtus.pro. Если сейчас не психонут, как они напишут, есть, конечно, шансы здесь отыгрываться. По пику Virtus.pro должны тут, по сути, издеваться над командой BasicLean No. Кайтить, убивать, затыкивать с руки. Но пока что не к этому идёт совершенно. Ладно, файт мы не увидим. Ну, в итоге, по итогу этого файта. Тут подрались 150 на 153. В пользу команды BasicLean No. Он 1200. По голде для них это сейчас и 3900. Но здесь, по-моему, больше было киллов. То, что умер Иллидан дважды, это, конечно, нелепость. 1-7-1. Если вы считаете, что DrewRanger так должна выглядеть, у меня для вас плохие новости. На 16-й минуте дровка у нас в RaceBandam закупилась. Это очень напоминает мне какую-то первую игру в доту вообще. На ВЦ3 ещё. Просто покупаем много всего. Это даст свои результаты. Нет, вряд ли это в профессиональной игре даст свои результаты. Тут от бессилия. Дрова рейнджер у нас закупается вот таким вот хламом. Иллидану необходим фарм. Иллидану надо создать пространство для этого фарма. Но ВП пока что не способны это сделать. Каждый, кто у нас пытается каким-то образом жизнь подпортить BasicLean No, он умирает. Потому что по левелу BasicLean No, он помощнее. По золоту они тоже, разумеется, впереди. А это... Вот они, вот они артефакты. Вот они. Седьмой. Левел только-только закончился для дровки. Она забрала восьмой. А здесь уже есть дезолятор. То, о чём я говорил. У Ника уже есть дезолятор. Линкен Сферу здесь не против кого собирать. Поэтому Ника идёт в фаз дезолятора. Ну, согласитесь, на 17-й минуте рановато немножко Вивер у нас данный артефакт собирает. Нафига ему Линка, если можно забрать Аегис. 2000 по золоту есть ещё на руках у Вивера. А там дальше МКБ, а там дальше какой-нибудь... Да, БКБ, наверное, можно Ника собирать, чтобы Гаст и Вейдить. Ну и Райс не жалеет здесь. Реверс Полярити, Статик Шторм. Туда же Отстона Мэна и минус мидер команды Виртуз Про. Бион Гадлайк для Вивера. 21-6 выигрывает Бейсикли Аноун. И при этом в 19 фрагах участвует мейнкерри команды Бейсикли Аноун. Вивер теперь ещё и под импауэром. Дэмэдж жесть как много. Минус дэв. Засворм у нас в 2 вкачан. Джиминейт Атак в 4. Всё. Это просто пулемёт, который бьёт огромнейшим количеством дэмэджа. Ой, как тяжело будет Виртуз Про из этой дыры выбираться. Коман Астровского на дне. Ника. Уже имеет почти 3000 по золоту. Тут просто Фобоса впивайся. Давай 2 удара. И одну Джиминейт Атаку. А дальше через Шукучи Догоняй, куда там Элизория Арба заведёт Пака. Это в принципе спокойно можно понять. Не проблема. Вивер забирает себе Инвиз. И тут на мидлейне Иллидан, скорее всего, будет следующей жертвой Вивера. Иллидану вообще запрещено даже, наверное, от Таура отходить. Нет, скорее всего Йоу. Да, 2 удара, 1 с хайк граунда. Минус Йоу. Просто 2 удара и 1 Джиминейт Атаку. Всё. Ника. Цепляется ещё и в Иллидана. Всё, Ника идёт дальше. Глимсует назад у нас Иллидана. 2 удара Дезолятора. Минус Иллидан. Ну, немножко я поспешил. Ника развалили. Забрали у него Эггис. Фобос очень удачно поставил Дримкоил. Забрали у нас Дезраптора. Может быть и Ника даже загонит. Правда, вижена никакого. И тут чачло. Сюда идите. Минус Дроу Рейнджер. Иллидан 9 раз отправляется в таверну. Ну, по-моему. Восьмой. Восьмой. Ну, фрагом больше, фрагом меньше. Ну, и 2 в 1 в итоге подрались. Семь-вадцать пять. Печальная ситуация для ВП на самом деле. Не может быть. Наконец-то у нас в чате появились умницы. Квин оф Пейн. Уже практически собрала себе Аганим. Остается всего ничего. Тут одна тысяча. Есть уже Юл для щечло. У Магнуса в свое время, в свое время, в свою очередь, появляется Блингдаггер. Есть у него Форстаф, Боттл, Аркан Буци. Ну, Арайз, конечно, запаковался на ура просто. И Варлок. Пожалуйста, год, который перефармливал у нас Эрайза. Причем существенно перефармливал. Тут, по сути, находится на соцспособии. У него Хэнд оф Медас, Огр Клаб. Все. По артефактам больше ничего для года. Огр Клаб, наверное, все-таки для БКБ. Чтобы избавляться здесь от Глимсов, избавляться от Кинетик Филдов. Всех этих неприятный ход. Сандер Страйков и прочего-прочего. Дизраптор здесь просто неприятность для команды Виртус Про. В итоге забирают у нас Квапуна от Оплейни. Фобос Дримкоил не потратил. Все через Сайленс произошло у Фобоса. 8.25. По золоту мы видим, какая печаль у команды Виртус Про. Более 11 тысяч проигрывают по Экспириенсу. 10 тысяч в пользу команды Бэйсик Ляноу. Да, графики движутся в сторону команды Виртус Про. Но понимаете, что это капля в море. 12 тысяч до 11.500 спустить. Не супер камбэк. Даже не пахнет пока еще камбэком. Для этого нужен какой-то хороший масс-файт с минимальным количеством смертей команды Виртус Про. Нико видят. Сайленс пошел по Нико. БКБ от Нико. Нико готов файтиться. Налог ХП Нико. РП пошел от Эррайза. Ульта от года. Развалили у нас Визажа. Развалили у нас Йола. И Эррайз Голема с собой привозит. Может быть, Эрайза и заберут. А может и нет. Элидан уже в таверну. Минус 4 делает команда Бэйсик Ляноун. Варлок пытается отсюда уйти. Но кто его отпустит? Понятное дело, что Вивер будет где-то рядом. Вивер, кстати, и не прикасался к нему. Тим Вайп от команды Бэйсик Ляноун. Еще забрали Голема тут на закуску. 8.30. Печальная печаль. Ну и Ancient Operation Familiar доковыряли. Хоть какой-то плюс для команды Virtus.pro. Сколько там с аппарата поимели. А ну-ка, а ну-ка. Да нисколько. По сути, в хлам вообще слилась команда Virtus.pro. По голде они проиграли в этом файте. 2.300. По экспириенсу 5.200. Тоже поражение команды Virtus.pro. Подай Т2 по нижнему лайну. У Draw Ranger есть Аквила. Есть Power Threats для Элидана. 22.5 минуты сыграно. Поддайте Draw Ranger на новый лук. У визажа есть попытка выйти в Аганим. Пока пытается у нас визаж выйти в Аганим. В Аганим выходит Queen of Pain. Приобретает себе щачло данный артефакт. Есть Yule, есть Bottle, Power Threats, Удис, Раптора. 1.500 на руках. Без каких-то дополнительных штучек в курьере. Я думаю, что Stoneman тоже будет выходить у нас в Аганим. Вещь более чем полезная на данном герое. Team Farm от команды Virtus.pro. Пошли Ancient здесь фармить. Лучше бы Ancient Operation фармили. А то, конечно, 9 киллов на 24-й минуте при 30-ти смертях. Ну, это извините. Фобоса ловят у нас в стадии к Штормульта от аппарата. Ну, так, на всякий случай по Фобосу. Фобос отправляется в таверну. Пак умирает пятый раз. Но герой тут у нас главный по смертям это Элидан. Как я понимаю, 9 киллов сделали на нем. 7 раз умирал Дазл. 6 раз в год. Фобос 5 и 4 раза визаж. Лил тут еще неплохо смотрится. 4 килла есть у Лила. Лучший в своей команде. Остальные все рахиты при рахите. Сложно дается игра команде Virtus.pro. Тут, в принципе, как бы и флейм, не флейм. Понятное дело, что не на уровне в данном матче играет ВП. Но, опять же, пространство для камбэка есть. Есть Draw Ranger. Просто если бы ее не контролили, если бы у Элидана к данному моменту появился БКБ, то все бы, в принципе, было сносно еще. Но у Элидана 1300 на руках, а до БКБ надо 3900. Где брать еще 2500 Элидану? Просто расскажите мне. Формить возможности немного. В лесу сильно не поформишь. Отхила никакого Draw Ranger есть. На Эншентах тоже тут проблематично. Так, Райс у нас развалил года. Год. Год тоже молодец. Год очень часто у нас втриет там, где совсем не стоило бы находиться. Он прекрасно знает, что давят на его команду. Он прекрасно знает, что Бесикляну намного сильнее сейчас. Он понимает, что Вивер со счетом 18-0-12 продолжает у нас Ника не пропускать ни единого файта. Что Вивер просто в порошок любого сотрет. У Вивера уже есть БКБ. Готовится выйти еще и в отрифляе у нас Ника. 2-4-100 на руках. Талисман оф Эвейджен есть в этом билде. Ну да, неприятность полнейшая. Или да, она привозит у нас к Кенедик Филду. Промазывает немножко и Райс. А вот Шачло вообще даже не пытался промазывать. Ну и еще один килл для Нико. 19-0-12. Это какая-то истерика вообще от команды Бесикляну. Можно заходить на хайграунд. Вряд ли кто-то помешает. Нет, Эрайс отсюда улетает. Эрайс пошел на топ немного подфармить. Эрайс с Форсстафом. У него есть Даггер. И 3000 на руках есть у мидера команды Бесикляну. Что есть у мидера команды Виртуз Прокроме? Печали в глазах. Блэйда Фалакрити, стаффов из Адриогр Клаб. Есть для Варлока. Готовится выйти в Ваганим год. Я все подозревал, что может быть БКБ здесь будет для года. Вообще не лишним был бы этот артефакт. Но Варлок решил, что... Ну такой, знаете, Ол-Ин повезет. Может быть повезет году и упадет два голема. Как на благодатную почву. Нет, я думаю, что Варлоку здесь не повезет. Потому что... Ну потому что у Вивера просто-напросто есть таймлэпс. У Вивера достаточно ХП благодаря БКБшке. Тут и опять же ПТ на силу, если переключить Вивер еще полторы тысячи. Много дефа. Варианты для эскейпов масса. Под хилл, под сейв тот же Аэгис, который все время падает Виверу. А если Вивера бёрст дэмэджем не развалить, а из бёрст дэмэджа здесь кто? Здесь Варлок и здесь... Ну чуть-чуть тут пак может наковырять. А если Вивера не развалить сразу, то понятное дело, что размансит. У нас Ника, а дальше с дезолятором одного за другим выключит очень быстро. И плюс еще один уже почти готова бабочка для Ника. У него есть Талисман оф Эвейшн. У него 3600 на руках. Остается всего ничего. Тут 600 голды до появления Кортерстаффа и Иглсонга. И Вивера непонятно кому, чем, как. Главное уже зачем убивать. Иллидан приобретает себе Шадоу Амулет. Готовится выйти в Шадоу Блейд и появляется Аганим для Года. Что-то, по-моему, первый серьезный артефакт на всю команду вообще. У пака есть даггер, не считается. Ничего у Иллидана. Здесь Аганим. Здесь ничего. И кого мы еще пропустили? Дазл, Визаж. Да, по сути, это первый серьезный артефакт. Ну не считая Солар Крест, но тоже я бы не относил бы к каким-нибудь жирненьким артефактам. По-моему, тут сколько? 2000 он... 3000 стоит. Ну ладно, хорошо. Визаж у нас первый собрал серьезный артефакт. В 30-м минуте еще бы. Очень крутой, конечно, подъем у команды Virtus.pro. Ну что, в спину пошел Нико. Сайленс по Нико. Нико уходит под Шокучами. Да, он бегает под Вардом. Пошел цеплять здесь Иллидан. Иллидан входит в Инвиз. Газ пошел по Нико. Нико под БКБ. Все в стадик шторме. Ульта аппарата. И минус 3 на ровном месте делает команда Basic Leon. Иллидан пытается у нас уйти в Инвиз. Дальше за ним Ника. Через Shadow Амулет как-то пытается поиграться здесь Иллидан. С командой Basic Leon. В общем-то, здесь, скорее всего, останется. Ну и Киллинг Сприотч отшло. Ника идет со счетом 21-0-15. 21 килл Ника за 29 минут. Что бы я так играл? 10-38. Счет тут, конечно, полнейший провал команды Virtus.pro. Думал, все будет серьезней. Э, как получилось. 30-ая минута. Пошла у нас мидо. У команды Virtus.pro уже нет. И внешнего Таура ни одного нет на нижнем лайне. Поэтому команда Basic Leon перемещается сюда. Тоже с Дезолятором и Бабочкой не проблема вообще для Ника. Сносить Таура, сносить бараки. Трещит у нас по шваммилишный барак по нижнему лайну. Stone Man решил здесь на себя взять огонь. Stone Man выталкивают. Ульта вот сейчас шло в Нику, да, по крипам. Ну и ульта упала у нас от года. Забирают в итоге Stone Man'а. Ника на лоу-хп под SolarCast. Стом, но у него есть Aegis. Беги за ним, не беги. Фиолетово абсолютно. Милишный барак расковыряли. Остался только рейнджевой на нижнем лайне. Мида нету. Вп продолжают... Продолжают некое издевательство и над собой, и над соперником. Ну, верят, что может еще повезти. Окей. Да, туговато идут дела. Для ВП проигрывают 23 тысячи по золоту. 25 с копейками по экспириенсу на 30-й минуте. Как же много. 19-й левел Нико. А как там остальные у нас поживают? 17-го левела Магнус. 17-го левела Шачло. Ни у кого еще в составе команды Virtus.pro Polar нет. Третьего ульта. Год. 15-й левел. Фобос. 14-й. Так, ладно. Давайте переб... Смотрим артефакты и перематываем. Уквапы. Уже, в принципе, гордовая кераса. Аганим мы с вами видели. Юл тоже видели. Дизраптор. Даггер. Транклитбулцы. Урн оф Шачло. Шадоус. Эншент Топорейшн. Солар Крест. Имеется. Транклилбуцы. Непонятно, зачем аппарату Солар Крест. Он никогда не участвует в файтах. Я как не посмотрю. Ульта всегда на фул рэндж залетает. Ну, на всякий случай вдруг понадобится. У вивера уже есть ривер. Вивер хэф ривер. И у команды Virtus.pro задача просто тут неподъемная. Абсолютно. Как сливать вивера с Тараской и с Бабочкой и с Аэгисом, который фактически не спадает у нас на вивере. Огромнейший вопрос. У Магнуса уже появляется Персеверанс. Сейчас осталось накопить на Обливент Став и на Рецепт. Переподключается у нас вивер. Издевательство над командой ВП продолжается. Со стороны команды... Ой-ой-ой-ой-ой. Ловит у нас ульту аппарата Иллидан. Нет, не ловит, но и без этого справились. Шачло. Зарабатывает четвертый килл для себя. А что Путаварам? Путаварам только верхнюю линию смогла снести команда Virtus.pro. Я смотрю, все остальные Тавара на всех линиях стоят. Сильно битый Тавар в миде, но если вариант у команды ВП выйти и донести его, думаю, немного таких вариантов. Либо суицидится, но суицидится в Т1, понимаете, тему. Да, вот кто у нас есть. Маленькие крылатые говнюки. ВП забирают Тавар по мидлейну. Все это благодаря фамильярам. Они и киллы делают, и Тавара забирают. Это единственный, по-моему, кто в составе команды Virtus.pro на ура выглядит. Остальные немножко плужат. Так, у Visage мы видели, что SolarCrest есть. Готовится выйти в Аганим. Лил у Пака. Юл, Блинк, Даггер, Ring of Bazilus, PowerTreads и Magic Wand. Вместе с Батлом Фобос еще ничего так на уровне смотрится. Год после Аганима имеет 2-300 на руках. Никуда не девается. Его Hand of Midas, ну, еще бы. Чуть ли не единственная возможность нормальной более-менее серьезно фармить. 16-й левел есть у Варлока. 16-й левел Аганим. Через 35 секунд можно попробовать пофайтиться. У Дазла. Ой, что тут у Дазла? Ничего вообще у Дазла. Один несчастный тапок для Йола и больше ничего. Ну и у DrawRanger ShadowAmole как был, так и остается. Гем появляется, ну и ничего вообще интересного. Ника разваливает у нас тавер по туплейну. Нижний лайн почти полностью снесем, только рейнджевой барак. И команда BasicLion, я думаю, закончит эту игру в ближайшие 2-3 минут. Просто надо всем вместе зайти по топу. Потерял Аэгис где-то Вивер, то ли время закончилось, по-моему, да? Тайминг на Аэгис и стек у нас им. Вивер теперь без Аэгиса. Ну, у него есть Тараска. Один красный шарик поменял на другой красный шарик. И Вивера непонятно теперь как сносить. У него 13 дефа. У него есть Баттерфляй. У него 2600 хп. Ну, окей, Сайленс пошел по Нико. Плевок сюда же от визажа. Нико отходит. Нико будет отфармливаться. Не отфармливаться, точнее, а отхиливаться. Все, у Нико пошел реген. 87,4 в секунду. Дальше Нико на Иллидана. Иллидан, бедняга, просто здесь погибает вообще от Нико. Ульта пошла у нас от года. Очень быстро разобрали Дизраптора. Летает здесь в ветрах шачло. Эрайс. Эрп по двоим. Минус лил. Минус Иллидан. Минус визаж. Минус год. Минус 4 делает команда. Бейсикли анон. Теряет только саппорта Дизраптора. Дизраптора. ГГ пишет Virtus.pro.polar. И я их прекрасно понимаю. Куда тут еще деваться по сути в данной ситуации. Ну что, первый матч у нас заканчивается победой команды Бейсикли анноун. Болгары тут надрали. Плотнейшим образом задницы российскому коллективу. Ну посмотрим. ВП должны собираться. ВП-то у нас на секундочку. Прямой инвайт получали на Интернешнл. Но где это все? Почему Бейсикли анноун не дали прямой инвайт после этого матча? Ай, шутка. Понятное дело. Понятное дело не смешная. Ладно, услышимся с вами через 2-3 минуты. У нас будет ответ на игра Бейсикли анноун против Virtus.pro.polar. Дальше у нас по расписанию. На прочность Бейсикли анноун проверят игроки команды Empire. А после них посмотрим, как против тех же Бейсикли анноун сыграют Na'Vi. Такую подборку сегодня мы решили взять для звучания. И услышимся немножко попозже. Не переключайтесь. Собирайте друзей. Собирайте знакомых. Зовите просто незнакомых людей. Пусть приходят к нам. Скоро будет весело. Ну и не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Это у нас в приоритете. Дальше можете заходить в группу ВКонтакте. На наш канал YouTube. Там тоже есть кнопочка подписаться. С удовольствием нажимайте. Все. 2-3 минуты. Пауза. И подключаемся ко второй игре. До связи.